Физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа, или как их называют коротко, фокоты, популярные у жителей спортивные сооружения. В них можно в любое время года заниматься физкультурой и спортом, причем для этого не требуется уезжать далеко от дома. Фокоты нужно строить в муниципалитетах, в том числе на территориях, отдаленных от районных центров. Такими были итоговые выводы совещания, которые с представителями спортивной общественности и профильными руководителями муниципалитетов провели депутаты Государственной Думы, члены фракции «Единая Россия» Роман Терешков и Александр Толмачев. Совещание прошло в зале заседаний администрации городского округа Щелково. В разговоре, который велся в онлайн-режиме, участвовали представители нескольких муниципалитетов, как из нашего, так и из Бронниц, Зарайска, Котельникова, Талдама, Серпухова и Лыткарина. На совещании сообщили, что проекты фокотов типовые, стоимость каждого около 20 миллионов рублей. Сооружения будут оснащены современными гимнастическими снарядами, спортивным инвентарем, силовыми тренажерами и обязательно приспособлены для людей с ограничениями по здоровью. Первая задача, когда партия «Единая Россия» избралась в Государственную Думу Российской Федерации, получила достаточно большое количество мандатов. Мы увеличили на 400 миллионов ежегодно программы финансирования физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа. На совещании отмечалось, что в ходе совместной работы с правительством над проектом бюджета на 2021-2023 годы депутаты от «Единой России» добились двукратного увеличения суммы на строительство фокотов. В сравнении с прошлым годом – с одного до двух миллиардов рублей. Для Щелкова также имеются планы по созданию этих востребованных жителями спортивных сооружений. У нас есть такой прототип похожий, один из объектов, который был построен по программе «Региональный». Он находится в поселке Загорянском. И в этом населенном пункте, в Загорянке, у нас как раз в этом году, в том году, в 2021-м открыта площадка многофункциональная, которая с покрытием прорезинов, в которой можно жрать футбол, баскетбол летом. Вокруг нее дорожки беговые, а зимой это все заливается льдом, и это катаются ребята, занимаются хоккеем. Мы хотим, чтобы таких площадок было как можно больше. На совещании все его участники отметили важность физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа для укрепления массового здоровья населения и выразили надежду, что в скором времени такие спортивные сооружения появятся во многих муниципальных образованиях. Продолжение следует...